Всем доброго времени суток! Ну что ж, никогда не говори никогда! А еще подходит и на старуху бывает проруха! Или не было печали ночи... Нет, это не подходит! Больше всего мне нравится никогда не говори никогда! Да! Я купила новые орхидейки! Вот они все тут! Все котлейки! Все моего любимого уже теперь цветущего размера! Сейчас я вам покажу, какие! Так вот все это выглядит! Мишки с воздухом! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Это что-то гигантское! Вот огромное, конечно, котлея! Огромное, преогромное! Вот так вот я ее рукой держу! Конечно, ее нужно пересаживать или просто даже разделить! Она растет в трех направлениях! Вот такая вот огромная! И она даже еще... У нее цветы есть! Они завяли, конечно, но они такие лучезарные! Вот она цвела с трех цветоносов! Я вам покажу, конечно, фотографии, которые меня ослепили, околдовали! Мой любимый цвет! Две из них... Я купила три! Две из них сиреневые! Сиреневые цветы! Ну, тут больше тонов, чем только сирень там! Такая радуга и желтый! И надо же! Уже после обеда и она так интенсивно пахнет! И цветочки увядающие! И в коробке! В дороге столько времени! И пахнет! Ну, надо же! И запах! Мне очень нравится такой лимонной розы! Вот кисленько так лимоном! лимонной шкуркой! Называется Arlsi Dals Cham Ginelle! Ох! Как она меня очаровала! Ну, что Cham то Cham очаровательная, конечно! И Бог ты мой! И такая душистая! Даже эти вялые цветочки так пахнут! Ох! И лошадка! Ну, у нее бульбы! высотой я думаю 50-60 сантиметров! Вот так вот! И много их тут! Ее можно легко разделить на две, на три части! Насколько угодно! Ну, задняя бульба, конечно, тут такая уже высохшая! Ее нужно отрезать! Вот она там для видимости! Вот она Ginelle! Ну, как можно было устоять! Громадина, конечно! Но и букеты ж какие! Вот на фотографии не видно вот этой вот оранжевой серединки в цветке! А они ведь тут ярко-оранжевые! Каждый цветок! Ну, вот так вот! да, 70 долларов и 35 долларов за доставку я заплатила! Ну, вот она вторая! Немного поменьше горшок диаметром и она тоже лошадка голенастая такая! Цветы у нее засохли! Цвела только одна всегда бульба! и предыдущие тоже цвели раньше! Я вижу обрезанный! Вот! И мне очень понравились цветы! Потому что они на одном цветоносе целое такое соцветие! Вот сейчас покажу! вот она division SLC Precious Stones на котлею Caudibic Just Caudib это их собственные гибриды вот вот эти крапинки в сочетании с такими лепестками с переходами разного оттенка сиреневого фиолетового розового как как красиво тоже разный свет при вспышке при нем вот такая вот лошадка она ну такой вот букет красиво красиво крапинки крапинки это мое все сколько она 40 она стоила вот она похожа на котлею очень знаменитую и у меня она есть только в очень маленьком размере и очень очень долго еще растить которая называется котле триангулум это очень знаменитый гибрид вот и это похоже и еще она напоминает мне котлею за которой я поехала к своему бывшему другу продавцу орхидеи местному старику который который орхидеи разводил и продавал и когда я приехала все-таки узнать за эту котлею которая меня так очаровала и я не купила у него этот кросс его конечно гибрид и я приехала и узнала что он умер я не навещала его пару месяцев и не знала 92 года было этому старику орховоду и у него был вот такой вот гибрид как я вот сейчас купила очень и очень похожие цветы вот смотрим это конечно же деленка видно что вот там вот она отрезана сейчас я вам покажу название вот тут она отрезана так она называется CLC Precious Stones на кетлею кяудибек ну это вот все вот эти сиреневые крапчатые всякие кроссы кяудибек кяудибек кармела ну это третья по счету самая маленькая такие цветы у нее необычное сочетание лепестков дальше вот она RLC Xiong Diamond на RLC Chunye Yisin Number One да вот такой вот цветок при разном освещении я думаю на самом деле он будет гораздо темней и ярче подкладочка такая светлая как мне нравится необычный совершенно цветок ну и опять-таки разное освещение я вообще-то не хотела ничего покупать я пришла просто посмотреть кое-какие орхидеи почем так просто прогуляться и посмотреть именно что там мне надо было определить цену для своих чтобы продать вот я и раньше приходила и всегда с таким отношением ну у меня это есть это есть это мне не надо а тут я подумала то не надо 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 ну и гулять то гулять короче говоря ой какой-то китайский гибрид как Кира говорит гибридятина такая гибридятинка симпатичная ну так с виду в хорошем состоянии все котлейки не знаю вот те большие надо будет пересаживать эту пока не я тоже ее пересажу потому что слишком уж много у этого вендора перлита в субстрате и нет мне такое не подходит слишком мокро о громадиной особенно вот это джанель ну это реальная лошадь огромная огромная я понимаю конечно этого мужика выращивателя у него целые поля их и когда они вырастают такого огромного размера их во-первых что негде держать сокращается место и приходит время их пересаживать а это все время чье-то и деньги потому что каждый труд оплачивается так ну вот на этом пожалуй все всем добра и света пока пока пока